Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час, и лайфхак из счастливых людей продолжается. Одна из важнейших целей жизни каждого человека — найти счастье для себя и своих близких. Итак, лайфхак номер девять. Перестаньте переживать. Перестаньте переживать, друзья, по всякому поводу. И сегодня я хочу рассказать вам историю Иэна Бреннана. Слушайте, Иэн Бреннан владел успешным предприятием по производству мебели. Он потратил на его создание 10 лет. Бизнес процветал, он постоянно получал заказы на разнообразные предметы мебели. Однажды холодным зимним утром в его квартире раздался телефонный звонок, который навсегда изменил его жизнь. Звонил диспетчер пожарной службы. Он велел Иэну немедленно приехать на фабрику. Когда Иэн приехал, там бушевал пожар вовсю, и вскоре здание сгорело дотла. Теперь у него не было ни рабочего места, ни готовых заказов, ни инструментов и оборудования. Дальше только хуже. Иэн узнал, что страховка ему не положена, и за свое погибшее предприятие он не получит ни пения. Он поехал в банк и постарался убедить менеджера продлить его выплаты по кредиту. Он надеялся на сочувствие банкира, но тот объявил ему, что так как теперь он не может выплатить проценты, через семь дней банк заберет в счет выплат его дом. Иэну ничего не оставалось, кроме как расчистить место на пожарище, провести электрическое с соседнего участка и начать все сначала. Оглядывая обгорелые остатки мастерской, он вдруг заметил, что одна из обуглившихся досок деревянной крыши похожа на силуэт выпрыгнувшего из воды дельфина. Иван взял перочинный нож и доделал фигурку. Результат ему очень понравился. И он решил попробовать вырезать еще одну такую, но уже из целой доски. В гараже он нашел набор инструментов для резьбы по дереву, который купил несколько лет назад на распродаже. Оказалось, что у Иэна настоящий талант к резьбе по дереву. Вскоре у него появились заказы на деревянные скульптуры и статуи. А в 1989 году Иэн получил очень почетное предложение стать скульптором благороднейшего ордена подвязки и почетнейшего ордена бани. Теперь он стал получать заказы от британской королевской семьи. Сегодня его работы по дереву и бронзе украшают Вензорский замок, собор Святого Павла и Вестминстерское аббатство. Иэн Бреннан также выполняет заказы королевских домов Европы и глав государств. Его работы выставляются в музеях и приобретаются частными коллекционерами по всему миру. Так что, друзья, не стоит переживать, что бы ни случилось. Ничего не стоит ваших переживаний. Есть только один путь к счастью. Перестать беспокоиться о том, что мы не в состоянии изменить. Эпиктет. Доброе дело само по себе источник счастья. Никакая награда впоследствии не сравнится со сладостью того удовольствия, которое ты получаешь, делая это доброе дело. Моррис Метерлинг. Успешный предприниматель не должен бояться неудач и провалов. Если что-то не получается, нужно найти к проблеме какой-нибудь иной подход и взяться за дело с новой силой. Джон Роуз. Жизнь – это цепочка нового опыта. Каждое событие делает нас больше, хотя иногда мы этого не осознаем. Мир был создан для развития нашего характера. Мы должны понимать, что наши неудачи и печали помогают нам идти вперед. Генри Форд. Даже неожиданные неудачи могут стать источником новых возможностей. Просто надо посмотреть на проблему под другим углом. Любые обстоятельства могут послужить ценным опытом и источником удовлетворения. Ральф Марстон. Писатель. Поэтому, друзья, будьте признательны за неудачи. Будьте признательны, потому что неудачи и провалы, разумеется, они никому не нравятся. И всех они способны выбить из колеи. Тем не менее, их следует рассматривать как возможности для развития и шаги на пути к счастью. Да, друзья, именно на пути к счастью. Например, после неудачи или провала очень часто люди пересматривают свои планы действий. Очень часто вот неудача или провал оказывается вот такой стартовой ступенью для чего-то большого, для чего-то более счастливого, более хорошего, более классного. Поэтому используйте ситуации подобного рода, чтобы подумать, а вообще в том ли направлении вы движетесь, не нужно ли внести, может быть, изменения в ваши планы. Может быть, стоит продумать, посмотреть под другим углом. Таким образом, то, что начиналось, может быть, как неудача, может стать, повторюсь, ступенькой или этапом на пути к серьезным переменам, к лучшим переменам, к счастливым переменам. Даже суета и суматоха, которые возникают после провала или после очередной какой-то неудачи, может способствовать реальным изменениям в лучшую сторону. Всегда смотрите, рассматривайте неудачи, как возможности пересмотреть свое отношение к проблеме, найти новое, может быть, вдохновение в поисках решения. Это, конечно же, откроет и новые пути к достижению личного счастья, друзья, потому что любые неудачи и провалы способствуют личностному росту. Для чего? Для того, чтобы мы росли. Если вы остановились, застопорились где-то, это значит, что все, здесь вам уже ничего не светит, вы должны развиваться дальше. Поэтому любые неудачи и провалы способствуют личностному росту, потому что они предоставляют возможности для новых поисков и открытий. Потому что если бы мы не попали, извините за выражение, в такое же, то мы бы не начали бы шевелиться и искать что-то другое. И подобного рода ситуации, конечно же, способствуют укреплению характера. Это очень тоже здорово, классно. Они дают представление о том, кто твои настоящие друзья. Очень частенько, когда вот какая-то неудача, ты видишь, кто твой настоящий друг. И, конечно же, пережить потерю друзей очень трудно. Но я бы не советовала избавляться в своем окружении от тех, кто не привносит положительных изменений в вашу жизнь. То есть я бы советовала, наоборот, прошу прощения. Я советовала бы избавляться от тех людей в своем окружении, которые, ну, они, может быть, негативны, они пессимистичны, и они не вносят положительные какие-то изменения. Заведите новых друзей, которые поддержат вас, которые будут радоваться вместе с вами, которые будут праздновать ваш успех, ваши радостные события и так далее. А не где-то, как говорится, за спиной о вас говорить там что-то другое. Каким бы ни был бы обидным провал, важно отнестись к этой ситуации как возможности эффективно исправить ситуацию, как возможности для личностного роста, как возможности для поиска чего-то более хорошего, более классного, более сильного. И, конечно же, перестаньте понапрасну беспокоиться, перестаньте беспокоиться, старайтесь не предвосхищать вот эти провалы и неудачи, не беспокоиться понапрасну о том, что может и не произойти. Потому что это чуть ли не в подсознании у каждого человека, они себе рисуют такие страшные исходы, такие окончания чего-то. Человек заранее может себе нарисовать, ему нужно, может быть, попросить о помощи, он себе заранее уже нарисует в голове отказ, запрограммирует себя на отказ, почему ему откажут, что ему там могут сказать и так далее. Не надо, мы, конечно, способны предвидеть какие-то потенциальные проблемы, но вот вероятность того, что они произойдут, весьма мала. Перестаньте понапрасну беспокоиться, не тратьте на это свое время, свои силы, лучше использовать эти ресурсы на поиски счастья. При этом, конечно же, я не советую отказываться от такого тщательного планирования будущего, надо планировать. Просто старайтесь предвосхищать возможные проблемы, но не тратьте на это слишком много времени. Беспокоиться стоит только тогда, когда на то есть реальные причины. А быстро преодолевать неудачи и возвращаться на путь к счастью и стать более сильным, вот что нужно делать, вот на что нужно концентрироваться, фокус направлять. На быстрое преодоление, да, не сидеть, не погружаться в это очень долго, очень, прямо, знаете, погрязая в это все дольше и больше и так далее. Быстро преодолеваешь, возвращаешься на пути к счастью и становишься, конечно же, более сильным. И я бы даже сказала здесь стать такой птицей феникс, да. Почему такой птицей феникс? Знаю, вспыхнуть, да, как говорится, взлететь из пепла, вспыхнуть из пепла, да. Очень важно быстро восстанавливаться после неудачи. Это очень-очень важно. Я вам говорила, что важно, когда что-то не получается в предыдущих лайфхаках, да, что-то не получается, отвлечься от этого, переключиться вообще полностью на что-то противоположное, диаметральное. Очень-очень важно быстро восстанавливаться, потому что неудачи некоторых людей могут, ну, вообще выбить из колеи полностью, могут жизнь сделать несчастьем и так далее. Чем меньше вы думаете о своей неудаче, тем меньше будете чувствовать себя несчастными. Это, во-первых, чем меньше вы думаете о неудаче, тем меньше вы чувствуете себя несчастными. Во-вторых, когда вы быстро начинаете действовать, можно гораздо быстрее преодолеть последствия неудач. Не надо так долго, я говорю, погружаться там, чем быстрее начал, тем быстрее преодолеваешь и пошел дальше вперед, и ты счастлив. Поэтому, конечно же, хотя эти провалы, неудачи, они неизбежны, но вы стараетесь быстро восстанавливаться, да, я говорю, взмыть ввысь, как птица, как феникс из пепла, да, и исправлять ситуацию, восстанавливайтесь, исправляйте быстро ситуацию. Если вы научитесь вот этому, то, естественно, повысите уровень вашего личного ощущения счастья, да, личного, не чьего-то, да, со стороны, а вашего личного. Чем более позитивно вы относитесь к проблемной ситуации, тем решительнее вы преодолеваете ее последствия, друзья. Вот что очень-очень важно, поэтому станьте такой птицей феникс. И традиционно, друзья, давайте подведем итоги. Как ни странно, неудачи и провалы, конечно, могут сыграть в вашей жизни, повторюсь, положительную роль. Поэтому их важно использовать для нового роста, для поиска новых впечатлений, для пересмотра сложившейся ситуации, для внесения изменений в план достижения личного счастья. Повторюсь, да, план должен быть, да, планируйте. Когда в ситуациях подобного рода узнается, кто ваши друзья, тоже важно из этого делать выводы и расставаться с теми, кто не вносит положительные моменты, положительные эмоции в вашу жизнь. Потому что, конечно же, этот опыт может быть очень тяжелым, когда узнаешь, что вот друг не совсем друг, да. Но он может быть очень полезным и может привести к удивительным результатам. И, конечно же, к новым, лучшим, более, не то что проверенным, а к новым, верным, хорошим друзьям. Однако планировать следует только самые такие вероятные провалы. Знаете, должен быть план Б, план даже С, да, вот что. Либо посмотреть, что может быть самое плохое. Можно там запланировать самые вероятные провалы или неудачи. Но на остальные нужно учиться реагировать по мере их возникновения. Не надо заранее там думать и планировать что-то. Вот возникло что-то, быстренько, да, быстренько решили, быстренько переключились и взмыли вверх птицы феникс опять оттуда. И не тратите сил и времени на беспокойство по поводу того, что, возможно, не произойдет. Это время лучше посвятить чему-то приятному. И, конечно же, если проблема все-таки возникнет, ее последствия нужно преодолеть как можно скорее. Как можно скорее решить и обратить ситуацию в свою пользу. Мы любую из ситуаций можем обратить в свою пользу. Только надо подумать, как это сделать. В предыдущих лайфхаках я вам говорила, там анализы, проблемы и так далее. Все слушайте, смотрите. В таком случае, конечно же, она станет проблемой, станет одной из новых возможностей на вашем пути достижения личного счастья. Чего я и вам желаю. На этом я с вами прощаюсь, друзья мои. С вами была Анастасия Час. И благодарю вас за внимание. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь с друзьями. Ставьте лайки и так далее. Тому все подобное. Задавайте вопрос. Я с радостью всем отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok